Проблемы решаются. Практика прямого диалога представителей Думы и администрации округа с жителями сельских территорий активно продолжается. Есть успешный опыт. Сегодня расскажем, какие проблемные вопросы звучали от жителей деревни Польники в конце прошлого года и что на сегодня уже удалось решить. Сельские населенные пункты Новоуральского округа – это более 2000 жителей, у которых свои заботы и проблемы. Чтобы люди не оставались с ними, как говорится, один на один, администрация округа и депутаты во взаимодействии находят наиболее верные пути решения. Выявляются проблемные вопросы адресно во время встреч с жителями. Одна из них уже повторно прошла накануне в клубе деревни Польники. Были где-то в декабре месяце. В декабре месяце здесь стоялась достаточно живая дискуссия, какие проблемы существуют и как их необходимо решать. Мы те проблемы, которые здесь сдавались, мы их выписали. Вот Светлана Викторовна отработала, здесь и я подключался по некоторым позициям. И мы сегодня приехали доложить, что сделано. Выслушали пожелания жителей, чтобы они еще хотели. А сегодня на первом месте стоят дороги, благоустроительные какие-то дела. Я думаю, что сейчас весна настанет. Мы, наверное, Светлана Викторовна запланируем тоже определенные выезды проедем еще, возьмем определенных специалистов. Ну и, соответственно, посмотрим, что необходимо сделать. Опять же, исходя из тех финансовых возможностей, которые у нас будут на этот летний период. Выезжать к населению, общаться, слушать их предложения, вопросы, отрабатывать. Потому что дальние деревни – это вот Елани, Польники, Починок, которые не могут к нам в отдел, может быть, как-то дойти, донести свои предложения, свои вопросы. Поэтому ежемесячно с представителем Думы мы выезжаем, слушаем население, встречаемся, рассказываем им о планах. Сегодня в Польники мы уже приехали с отработанными вопросами. Сейчас получили очень много вопросов по ремонту дорог, и очень это актуальные вопросы. Поэтому будем работать. По словам старожилов, деревня Польники была основана в 16-17 веках беглым крестьянином или сосланным на Урал человеком. Подтвержденная история деревни началась лишь в 1733 году, когда крестьянин Максим Тупицын на правом берегу Черного Шишима, вблизи впадения в него казачьего Шишима, открыл Шишимское месторождение железной руды, которое впоследствии стало поступать на Верхневенские, Белимбаевские и Весимошайтанские заводы. Сегодня здесь насчитывается без малого две с половиной сотни жителей. Проблемы у них самые простые. Одна из них решилась совсем недавно. В деревне появились несколько новых источников воды. На сегодня две скважины, которые были нам заданы, задания выполнены. Скважины глубиной около 70 метров. Предварительно перед тем, как устраивать домики, которые обустройство над скважиной, брали предварительный анализ заводы. Там превышение ПДК не обнаружено было по химанализу и по бактериологическому. Поэтому мы установили дальше эти павильоны. И на сегодня передали мы все документы уже в эксплуатирующую организацию, для организации эксплуатации. Дальше дело за эксплуатацией уже. Скважины готовы. Еще одной актуальной темой стало медицинское обслуживание. Сегодня прием ведется фельдшером один раз в неделю, а помещение для приема, по словам жителей, очень холодное. Дать пояснение по данному вопросу приехали специалисты медико-санитарной части. Сейчас вот мы заканчиваем у нас на последнем этапе приема документов. Здесь будет работник принят, уборщица. Она будет заранее прогревать, включать помещение полностью и контролировать эти приборы нагрева. И тогда, значит, к началу приема уже будет тепло. Здесь просто она сейчас вот сама заболела, немножко еще тянется на неделю. Но в ближайшие дней 10 она уже выйдет работать. Вообще будем смотреть на потребность. Если действительно будет обращаемость, там больше десятка за прием. Будем делать два. Как минимум летом у нас придет около двух десятков фельдшеров. Это наш выпуск, который мы подготавливаем на базе Свердловско-областного медицинского колледжа нашего филиала. Они у нас пойдут в основу в поликлинику. Кто-то, я думаю, что и Тараскова. Там одна медсестра сейчас обучается, красный фельдшер. Поэтому у нас в них дефицита не будет. То есть кадры будут? Кадры будут. Звучали и другие вопросы. Такие темы, как дороги, освещение, ремонт печей и другие для местного населения – одни из основных. Проблемы не остаются без внимания и решаются на системной основе. Ведь главная ценность – это человек и комфортные условия для его жизни. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги.